Смородина красная. Вот смородины красной и закушу. Хотя подчеркиваю, что закусывать здесь вообще даже можно ничего не закусывать. Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Вот настал значит тот день, когда я попробую сегодня настойку на дубовых чипсах. Так, наставилась она месяц, ровно месяц. Так-то ее пропагандируют вот эти дубовые чипсы, что получается коньяк, как будто бы. Ну, чтобы получился коньяк, там же ведь нужен виноградный дистиллят или виноградный спирт. У меня обычный сахарный самогон. Начнем значит с цвета. Цвет, можно сказать, такой цвет белого вина, сухого белого вина. Чуть-чуть такой соломенный цвет. У меня получились, значит, это и настойки. Две 700 граммовых бутылки. И вот еще осталось как раз тут на дегустацию. Откроем. По поводу запаха что. Какой-то слегка, слегка, еле уловимый какой-то запах. Опознать его, распознать не знаю даже как. Цвет, да, такой сухого вина в летний жаркий день, вот сухого белого настоящего вина, вот выпить это классно. А мы сегодня, значит, вечерком дегустируем самогон. Самогон, настойный на дубовых чипсах. Средние обжарки, ну там есть видео, вы посмотрите. Если так сказать, какой послевкусие, какой вкус. Небольшие какие-то ноты белого вина присутствуют в этой настойке. На коньяк это, если и похоже, то очень отдаленно похоже на коньяк. Такая небольшая горчина есть. Вот я сейчас выпил, значит, даже когда вы пьете коньяк или вообще какую-нибудь муру пьете, выпиваете, сразу надо что-то закусывать. Вот, сразу закусывать. Мне не захотелось закусить, вообще почему-то. Хотелось прочувствовать вот этот вкус. Он ушел вообще полностью, сейчас вкус ушел. Как будто вообще ничего не выпивал. Все как-то небо обволокло этим вкусом. И он как-то так растворился, этот вкус. Да, это доселе. Мне, короче, такой вкус. И вообще вот этот напиток, это можно сказать, такая настойка. Коньяком это не назовешь, я как уже сказал. Раньше я такого не пробовал. Ну, такой, какой-то алкогольный напиток. Самогонного типа, на самогоне, да. Давайте еще я, значит, сразу половинку я налью, просто, чтобы понять вкус этот. Ну, и запах какой-то, если вот так вот уж судить, какой-то белого вина. Небольшие-небольшие ноты. Никакого такого запаха особого нету. Да, как все при первой стопке, я говорил, так оно и есть. Какие-то такие остаточные привкусы белого вина остаются. Что у меня здесь, значит, петрушка я тут заготовил для закуски. Это смородина красная. Вот смородины красной и закушу. Хотя подчеркиваю, что закусывать здесь вообще даже можно ничего не закусывать. Я обратил внимание, все мои настойки, которые я делаю на самогоне, все вообще. Их вот недавно делал на клубнике настойку. Ее тоже вкусная, отлично получилась настойка. Ее тоже можно не закусывать было. Но я по этому поводу видео не снимал. Все, подвожу итог. Настаивать на дубовых чипсах самогон можно. Получается своеобразный какой-то продукт такой. Неплохой на вкус и легко пьется. Но это не коньяк. Это не коньяк. Это ни в коем случае не имитация коньяка. Это какая-то своя собственная композиция здесь получается. Свой собственный продукт. Но это не коньяк. Это настойка на самогоне. Действительно, на дубовых чипсах. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. Обязательно комментируйте. И дальше будет интереснее. Субтитры подогнал «Симон»!